Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Это богослужение Христианской Церкви в Маранахах, которое транслируется на нашем канале на Ютубе. И мы начинаем этот период богослужения. Мы приветствуем всех вас, кто получил наше приглашение поучаствовать в богослужении. Члены Церкви Маранаха евангелизируют и рассылают линки для дорогих знакомых, соседей, коллег. И наверняка вам прислали этот линк, и вы подсоединились к нам. И мы хотим сказать, добро пожаловать нам. Радостно, что вы сегодня с нами. И что вы можете поучаствовать вместе с нами в этом богослужении. И мы начнем наше служение, поклонение, с молитвы. Мы будем взывать о крови Иисуса. Гости наши, кому прислали линк. Если вы желаете, можете сопровождать нас в этом жесте или пребывать так, как вам удобно. А Церковь наша мы встанем на колени, чтобы взывать о крови. Давайте помолимся. Господь, мы взываем о силе крови Иисуса Христа. Мы предстаем пред Тобой, признавая грех наш и нужду, которую мы имеем, чтобы быть омыты кровью Иисуса Христа, силой Святого Духа, чтобы мы были в состоянии принести те служения и войти в присутствие Твое. Ибо, будучи омыты кровью Иисуса, мы имеем полноту общения с Духом Своим Святым. Мы просим, благослови нас во имя Иисуса, мы молимся, Отец. Аминь. Можете присаживаться. И мы прославим Господа. Господь дает благословение нам, открывая замечательные псалмы, слуги Божьи. И в течение всего существования Евангелия имеют это переживание с Богом. И хвала открывата Духом Святым, вдохновлена Духом Святым. Мы споем эти псалмы. Участвуйте вместе с нами. Слова будут внизу на экране. Вы можете читать, можете петь вместе с нами. Ну и просто проклоняться, хвалить Бога. Богу. Всемушнему благодетелю. Вы, ангелы и люди, воздайте славу. Богу, Сыну, Богу, Отцу и Богу, Духу, воздайте славу. Субтитры создавал DimaTorzok Богу Всемушнему благодетелю. Вы, люди и ангелы, воздайте славу. Богу, Сыну, Богу, Отцу и Богу, Духу, воздайте славу. Слава Иисусу, да будет прославлено имя Господа, Бога, Который посещает нас, который позволяет нам входить в Его присутствие. Мы продолжим поклоняться Ему. Споем еще один гимн, и сразу после этого будет слово от пастора Жидалти. У ног креста я хочу находиться. Откуда такой богатый источник течет из Голгофы, с горы. Да, крестом, крестом я всегда хвалюсь. И в конце я успокоюсь, спасенный там за рекою. У ног креста, когда я дрожал, вечная благодать сошла на меня. И утренняя звезда коснулась меня лучами своими. Субтитры создавал DimaTorzok Иисус, Бог мой, ты хочешь, чтобы я всегда вспоминал о кресте. И втяни Его, о Спаситель, ты хочешь укрывать меня. Субтитры создавал DimaTorzok У креста с горящей верою я со страхом Божиим бодрствую, Ибо я отправлюсь в святую землю, спасенный там за рекой. Я приветствую наших братьев и сестер, всех тех, кто присоединились к нам на этом богослужении, поклонения, прославления Господа, Бога нашего. Я всех приветствую миром Божьим. И мы хотели бы зачитать текст Священного Писания вместе со всеми, кто к нам подключился к Евангелии от Иоанна, 18 глава, 38 стих. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Что есть истина? Возлюбленный текст Священного Писания, он знаком многим, потому что он говорит о суждении Господа Иисуса, когда он предстоял перед судом империи римской, перед этим прокуратором. Это был Понтий Пилат, он был прокуратором. В истории он был известен, потому что он позволил осуждение Господа Иисуса, его распятие. И важно заметить ту деталь, что когда Пилат омыл руки свои, он хотел сказать, я ничего общего со смертью этого безвинного не имею. Но он переложил ответственность свою для того, чтобы другие, которые не имели ответственности судить, чтобы они судили и осудили Господа Иисуса. Там истина стояла на кону. Та истина, которая существовала в те времена, это были обсуждения, споры, диспуты среди интеллектуального сообщества Римской империи. Римская империя, она царствовала практически над всем миром того времени. И та форма, которой эта империя ставила себя при теме, над кем они господствовали, это было очень, так вот, хитро. Они строили амфитеатры, театры, пока народы устраивали диспуты, обсуждали некоторые темы, вопросы, философские, такие важные моменты. Ибо это был еленистический период, это было первые сто лет христианства. В этот период, в эти времена, эти диспуты, они были прикрашены, потому что те философы, знаменитые, великие философы, греческие, Сократ, Платон, Аристотель. Но не только они. Было еще отражение этих великих мыслителей в случае с епикурейцами, которые стоики, которые, они тоже были философскими течениями. Что они обсуждали там? Диспуты они устраивали о всяких мыслях философских. И одна из тем была, это была истина. И философия всегда переживала, заботилась об этой ситуации, об этом аспекте. Она всегда пыталась дотянуться до истины. И когда об этом говорится, мы уже знаем, что это невозможно найти то, что могут дать определение истины. Но философия всегда прилагала усилия, чтобы дать определение истины. Но человек со своими обманами, со своими точками зрениями пытаются обсуждать, устраивая диспуты на тему истины. И интересный факт в отношении философа Дионис, который ходил с фонариком, со светильником каком-то, да, огненным, в течение дня. Он хотел определить, где есть человек. На самом деле, интерес его был не только в этом, а в том, чтобы найти истину. И так все эти философские споры, борьба философская, в хорошем смысле они пытались найти истину, настоящую истину. Но в тот момент Пилат уже, он знал, он участвовал в этих всех обсуждениях, которые происходили по всей Римской империи, он представлял ее как прокуратор. И он хотел знать истину, потому что Римской империи, они имели отклонение к стойкам, к стоицизму. Потому что в стоической философии был интерес гуманизировать человека и обожествить, простите, гуманизировать Бога и обожествить человека. Они пытались сказать, что Цезарь был Богом, поэтому его звали Августом. Поэтому они делали ударение на этом, чтобы сказать, что они были боги. Итак, стоицизм, как бы всегда доминирующий был течение в той времен, но не только стоицизм, были и другие группы, которым нравилось это познание, гностики, которые жили и гонялись за знаниями. Не только в углублении этого познания, в углублении в мудрость. Также имя происходит, у Софисты были такие. Софисты, София происходит, это слово означает мудрость. Они дали знание, очень большое уважение. Но что интересно, когда Пилат задает этот вопрос, он хотел, чтобы Иисус ему ответил. Он был философский. И проект Божий был нефилософским. Поэтому Иисус и промолчал, потому что проект философский не говорит, не отвечает, не указывает на истину. Интересно, что три языка, которые были доминирующими в то время. Это был латинский, римлян, греческий, потому что греческий уже тоже до Римской империи, уже владычествовал по всему миру. Это был греческий койне, который был народным языком, популярным языком. Это происходило от того, что очень много регионов были захвачены Александром Великом еще до Римской империи. Я не знаю, каким образом он смог за 12 лет захватить и там насадить греческий язык, где он не проходил. И так, греческий тоже был знаменитый язык. Койне, греческий, популярный язык, народный. Так, была латынь, был греческий и иврит в Палестине. Для каждого языка был свой перевод слова «истина». Одно слово определяло слово «истина». К примеру, на иврите «эмуна», слово «эмуна», оно относится больше к доверию, доверию. Это или основание, или надежда. Это как бы наивысшая форма понять истину. Итак, посмотрите, возлюбленные, истина, определенная в иврите, она была не для всех, чтобы, ну, как бы, все мы не могли бы понять, да. В латыни у римлян, да, было слово «веритас». Слово «веритас» говорит об истине, которая дана, ограниченная. Истина, которая не объясняла ничего, она ограничена. И также была истина, как мы им уже говорили, у греков, Алитея. Это истина тоже ограничена, у которой был конец. Итак, вы видите, что в тот момент, в тот период, вопрос Пилата был в смысле желания понять, что же Иисус понимал под истиной, какое у него философское понимание, слово «истины». И у Иисуса не было возможности ответить, потому что истина и Иисуса, она отличалась. И что важно здесь, мы можем увидеть здесь, что кроме всего этого, «алите» – греческое слово, да, у римлян был «веритас», и у евреев на еврите «эмуна». Все эти слова пытались определить слово «истина», и они не могли. И когда он обратился к Иисусу и спросил, чтобы Иисус сказал какую-то истину, если бы он сказал истину евреев, его бы он осудил, да? Если бы он сказал истину римлян, он тоже был бы осужден. Любую истину, которую бы не сказал Иисус, он был бы осужден. И так в этот период, особенно там, где стойки господствовали, и где все они знали… 60 лет, циник был, да, такой, помощник Нерона, и говорят, что Нерон, он ему не понравился, и он выгнал его, и тогда он спокочил жизнь самоубийством по повелению Нерона. В то время это было такое мнение доминирующее. Это стойки, да? Стойки считали, что истина, она на основании чувств человека. Не было что-то, которое приходило извне, не что-то духовное, а сама реакция человека, форма жизни, его чувства. Поэтому не было такого определения в отношении истины. И я хотел еще сказать нашу реальность здесь, то, что мы видим в отношении истины. Во-первых, мы живем в период скорби. Почему? Потому что больше не существует истины. Люди отвергаются, отходят от истины. У каждого своя истина. И каждый день истины процветают в тех группах, которые отделяются, которые разделяются, потому что у каждого своя истина, которые не имеют никакой цены, у которой есть время, когда она закончится, тоже ограниченная истина. Но еще одна такая интересная деталь. То, что видно сегодня в отношении истины, что она хромает на улицах, спотыкается на улицах. У людей нет больше никакого доверия тому, что люди говорят, то, что они утверждают, на контракты, на бизнес, на законы. В любом случае. Это не только в Бразилии. Мы говорим о зле, который по всему миру сегодня существует. Почему? Потому что истина была распита для многих, как для Пилата, для Римской империи, но для нас истина воскресла. Это сам Господь Иисус. И объяснение, которое существует в этом, это очень важно, потому что истина – это что-то превосходное, из вечности, относится к душе человеческой. И человек не знает, что он несет это огромное благословение внутри себя, самое большое сокровище. Это вечная душа, она в нем. И он позволяет отпускать все это на самотек. Поэтому многие заболевают, потому что живут обманом. И душа человеческая, она не была дана, чтобы жить во лжи, в нечестии. Бог вкладывает чистую душу в человека, как у ребенка, душа чистая, да? Когда Адам или Ева получили благословение, они жили в безвинности, чтобы они заботились об этой безвинности, когда они сокрешили по неповинованию, через бунт. Душа их стала под доминированием разума, доминированием интересов человеческих, лжи, потому что слово Божий говорит, «Каждый человек – это ложь». И текст библейский говорит, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Почему? Потому что душа была поражена. Истина исчезла. Истина ходит, протыкаясь на улицах. Истина уже не с людьми. И хуже того всего, что не знают люди, кому доверять. Некоторые доверяют Евангелиям, другие доверяют религии, другие доверяются одному человеку. Один человек может измениться со дня на день. То, во что он сам верил, другие верят. И тогда душа, она будоражится, наступает духовная смерть. Это мы с вами живем в такое время, когда нужно познать истину. Библейский текст, о котором мы говорили, да, по всем местам, «И познайте истину, и она даст вам освобождение». То, о чем мы говорили, да, в том же самом Евангелии, это вечная истина. Истина, которая имеет ценность. всегда можно пользоваться истиной как элементом, скажем так, чем-то таким, которое должно быть завоевано для того, чтобы ты мог приобрести, чтобы ты мог процветать, чтобы ты мог продолжать в этом хождении в истине. Но я хотел еще сказать вам следующее. Человек, он болеет, душа болеет, потому что не знает истины. И она отдает истину, чтобы другие решали за них, что есть истина. То, что Пилат сказал, «Я не вижу в нем зла никакого», но он хочет, чтобы другой за него решал. Поэтому он не был с истиной. Он не знал вес истины, ценность ее. для него стоическая была, где Бог человек, а человек это Бог, где Бог может быть гуманизирован, а человек обожествлен. Мы это видим, да, вот это вот гордыня человеческая, когда они изменяют таинство Божье, благословение, которое Бог дает своему народу в это последнее время из-за гордыни. Это та забота, которую нам нужно иметь в это время. Пилат осуждал истину, то, что многие сегодня делают. И он спросил, что такое истина, что есть истина. Иисус не собирался ему отвечать о истине греков или римлян или иудеев, потому что у него была истина вечной жизни, которая исцеляет, истина воскресения, абсолютная истина, которую он принес человеку. Это его кровь, его Дух Святой. Тот, которым человек взывает и говорит каждое мгновение. Это не просто повторение какое-то, а он говорит в это время постоянно, что истина жива, что истина воскресла, что истина в твоей жизни. И он провозглашает на весь мир, что существует только одна истина, истина Господа Иисуса. Это такая возможность есть у нас, когда мы взываем о силе крови Господь, кровь Иисуса имеет силу. Мы верим в другие вещи, это хорошо. У тебя другая истина, это хорошо, ты можешь верить, но единственная абсолютная истина, это истина силы крови Иисуса, это истина, которую мы провозглашаем, не как хозяева ее, но как те, которые получили это благословение и обязаны поделиться этим со всем миром. Это истина Евангелия, Иисус жив, Иисус воскрес, истина. И я хочу закончить здесь, сказав, что единственное лекарство для смерти души, духовной смерти, все те, кто потеряли благословение, истина, это жизнь, которой вы Иисус, поэтому сказал, я путь, я истина, я жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, посмотрите, возлюбленные, остается только одна истина, истина вечная, для нас существует только одна истина, истина вечная. У нас есть истина в человеческих отношениях, очень хорошо верить в людей, но мы очень часто разочаровываемся, но человек должен продолжать верить в тех, кто вокруг него. Мы не можем жить в недоверии ко всему, потому что мы живем в обществе, где все нуждаются во всех, мы должны жить в единстве и понимать нужды ближнего, себе подобных, но не для одолжения, но по повелению творения, формирования, в проекте, который был основан в вечности и который в сердцах людей, и даже тех, кто называют себя атеистами, кто считает, что Бог не существует, даже они, даже в их сердцах очень часто есть солидарность, любовь, посвящение, сострадание, ревность, уважение и в определенной степени истина, мы можем сказать моральная, которую мы знаем и мы можем свидетельствовать. не нам судить истину, которая не является истиной Иисуса, потому что это истина Иисуса единственная, которую мы провозглашаем. Когда Пилат спросил, что есть истина, Иисус не ответил, но мы отвечаем. Истина это Иисус живой, Иисус воскреший, Иисус, который послан Богом Отцом всем могучим и поставлен судить живых и мертвых, который приготовил для нас город вечный, вечные обители, и истина Иисуса, она ведет человека вечно с Ним. Итак, что такое истина? Истина это Иисус, да благословит нас всех Господь. Мягко, нежно Иисус зовет Он зовет тебя и меня. Вот Он у двери ожидая постоянно бодрствуя, бодрствуя, а тебе обо мне придите сейчас, придите сейчас. Ты устал, утомлен, приди уже. нежно и заботливо Иисус зовет Он зовет О, грешник, приди Время бежит Часы проходят Они проходят и для тебя и для меня Смерть и боль зовут Зовут и тебя и меня приди 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 уже приди ты утомлен то приди уже нежно 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 и заботливо Иисус живет нежно и заботливо Иисус живет Что еще ожидать нам Иисус нас приглашает Он приглашает и тебя и меня Не пренебрегай этой милостью которую Он дает проявляет к тебе и ко мне Иисус Пам и жизн с шут шут л Critical О, что это за любовь, которую Иисус дал нам? Он дал ее и мне, и тебе. Он умер, чтобы спасти нас от греха, спасти тебя и меня. Иисус дал нам, чтобы спасти нас от греха, спасти нас от греха. Иисус дал нам, чтобы спасти нас от греха. Иисус дал нам, чтобы спасти нас от греха, спасти нас от греха, спасти нас от греха. Говорят, провозглашают какую-то истину, которая является обманом. И мы просим, открой разумы, открой сердца всех тех, кого ты любишь, тех, кто желают, кто хотят познать истину настоящую, которые любят истину, не зная ее. И мы просим, принеси благословение в сердца, чтобы сегодня истина вошла в сердца их, чтобы они могли провозглашать эту истину, что Иисус Господь наш и наш единственный Спаситель, который умер на Голгофском кресте и воскрес, и одеснул Бога Отца сейчас всемогущего, который живет и царствует во веки веков. И мы просим о нуждающихся, о всех тех, кто болеет, кто скорбит, те, кто потеряли близких своих, кто нуждаются в питании, кто нуждают по улицам, не зная, что будет завтра. Господь, коснись их, прикоснись ко всем, потому что Ты благой Бог. И благодать Твоя, она растирается над всем миром. И двери открыты для всех тех, кто хотят познать Тебя лучше. Мы благодарим Тебя за все, за возможности, которые Ты даешь нам, жить этой жизнью в безопасности и в уверенности, в верной вечной жизни, которая есть наш Спаситель, наш Господин Иисус. Ему вся слава, вся честь, вся поклонение, вся сила, вся власть сейчас и во веки веков. И во имя Твое мы исповедуем благодать Господа Иисуса Христа, любовь, несравненная Бога нашего Вечного Отца, и сила, утешение, общение Святого Духа Божьего, славного Духа Иисуса Христа, Его истин да пребудет сегодня, сейчас с вами и во веки. Аминь. И мы хотим воспользоваться этим моментом, напомнить вам, что у нас есть во вторник в 7 часов вечера у нас есть международный семинар, 5-минутный. Очень важно, мы заканчиваем, мы, простите, дополняем тему благодати и веры, потом мы перейдем к другим темам, и таким образом мы будем продолжать каждый день отправлять коротенькие послания, у кого очень мало времени, и кто хотят в этом пути веры сопровождать, благословит вас всех Господь. И не забывайте подключаться всегда с нами, следить за нами, за нашими социальными сетями, продолжайте подключаться, мы будем продолжать делиться во славу Господа. Мир Божий. Мир Божий. Субтитры создавал DimaTorzok